Ребят, всем привет и доброго времени суток! Вы находитесь на канале Zimso Vision и сегодня мы поговорим о том, как выбрать ледобур для зимней рыбалки. Такое видео уже есть на моем канале, но оно набрало не так много просмотров, а видос-то содержательный, и поэтому под этим видео поставьте побольше лайков, оставьте любой комментарий, ну а я постараюсь рассказать как можно больше о том, как же именно выбрать хороший ледобур, с которым вы всегда будете комфортно себя чувствовать на льду. Ну а перед тем, как говорить о конкретных критериях выбора, следует разобраться в том, из чего состоит ледобур. Ледобур это в первую очередь, конечно же, вот такой вот шток. Сверху и здесь сбоку есть ручки, выполненные из теплого материала, при помощи которых, собственно, происходит вращение. Далее на штоке у нас располагается осевой замок, он может быть разный по конструкции. Шток переходит в шнек, шнек у нас приварен к штоку, и шнек оканчивается посадочными местами под ножи и непосредственно самими ножами. С конструкцией разобрались, теперь давайте говорить о конкретных нюансах выбора. Первое, с чем следует определиться, это диаметр шнека. Шнеки диаметром от 70 до 100 мм подходят для ловли некрупной рыбы, для спортивной ловли, для поплавочной ловли, допустим, плотвы, для ловли окуня на мормышку и для прочей подобной рыбы. Если в том водоеме, куда вы собираетесь отправиться, трофеи не очень крупные, и вы делаете упор именно на скорость рыбалки, то выбирайте шнеки толщиной до 100 мм. Кроме того, такие ледобуры, конечно же, легче, чем их более крупные собратья. Если мы говорим об универсальном ледобуре, соответственно, об универсальном шнеке, то я бы рекомендовал выбирать шнеки в диаметре от 110 и где-то до 130-140. В частности, именно у меня ледобурса с шнеком 130 мм. Это некая золотая середина между диаметром лунки и между размером и весом бура в целом. При помощи такого бура со шнеком в 120-130-140 вы можете отправиться на рыбалку практически за любой рыбой. Конечно же, больший диаметр шнека требует и больше усилий при бурении. И вот это вот хороший промежуточный вариант, который я, в принципе, рекомендую каждому начинающему рыболову. Ну а в том случае, если вашей целью является крупная рыба, если вы просто рыбачите в таких местах, где трофеи по-настоящему крупные, большие, если вы ловите широкую рыбу, допустим, зимой ловите леща, либо даже сазана, либо отправляетесь за трофейным судаком и щукой, то там уже следует выбирать шнеки в диаметре от 150 до 200 мм. Но имейте в виду, что и лунки бурить ними будет сложнее, чем более тонкими. Далее следует определиться с ножами бура. Все ножи делятся на две большие категории. Это ножи плоские и это ножи сферические. Как правило, в случае с производителями российскими и производителями из стран СНГ, более распространены плоские ножи. Плоские ножи также делятся на подкатегории. Они могут быть просто плоскими, они могут быть ступенчатыми, могут быть полукруглыми. Чистые плоские ножи лучше всего подходят для ловли сухого льда. Ножи ступенчатые лучше всего себя показывают при бурении толстого льда, поскольку они хорошо именно колят. Лед, опять же, сухой лед. А вот ножи плоские полукруглые лучше всего себя показывают как универсальные ножи, поскольку ними с одинаковым успехом можно бурить как сухой лед, так и рыхлый, мокрый лед. Помимо того, ножи также могут быть сферическими. И, как правило, сферические ножи имеют буры от европейских производителей. Такие ножи более универсальны, поскольку они одинаково хорошо бурят как рыхлый лед, так и лед сухой, но в то же время они дороже в производстве и требуют к себе больше внимания во время эксплуатации, потому что элементарно заточить такие ножи сложнее. Если вы выбираете свой первый ледобур, то, в принципе, можете выбрать обычный бур с прямыми ножами, прямыми, ступенчатыми, полукруглыми. Это, в принципе, уже можно менять, и ножи стоят не так уж и много денег. А вот буры от европейских производителей могут быть дороже в 2-3 раза, поэтому в качестве первого я бы их не рекомендовал. Но если вам такой бур понравится, допустим, вы у кого-то возьмете, побурите, то можно приобретать, конечно же, и его. Не отходя далеко от кассы, говорим о шнеке. Шнек – это вот такая вот винтообразная пружина, которая у нас опоясывает шток. При помощи шнека образовавшаяся шуга, крошеный лед, выводится из лунки наверх и просто выбрасывается. Лучшими будут шнеки, которые не имеют зазоров между материалом шнека и между штоком. То есть здесь не должно быть никаких щелей, таким образом лед сюда забиваться не будет. А вот если зазоры есть, даже минимальные, то в эти щели попадает вода, она превращается в лед. И при бурении эти элементы просто мешают этому самому бурению. И шнек у нас просто обмерзает. Приходится либо отмачивать его в лунке, либо чем-то оббивать, что, конечно же, не сказывается положительным образом на сроки службы шнека и, конечно же, на целостности лакокрасочного покрытия. Ну и в целом, конечно же, смотрите на качество швов, на качество сварных точек, поскольку эти элементы чаще всего ломаются, в принципе, в ледобуре. Ну, за исключением, конечно же, ножей, которые также иногда нужно либо подтачивать, либо сменять. Следующий по важности элемент – это осевой замок. От осевого замка зависит то, как ледобур складывается. Допустим, здесь осевой замок довольно массивный, имеет вот такую вот гайку ушастую. И, собственно, мы можем разобрать бур в его транспортировочное положение. Помимо вот такого вот параллельного складывания, также бывают буры, которые имеют телескопическую конструкцию, когда один сегмент выдвигается из второго. Кроме того, в случае, если нам нужно бурить очень толстый лед, то можно приобрести бур даже состоящий из трех сегментов. Но, как правило, такие буры, имеющие телескопическую конструкцию, стоят немного дороже. Если толщина льда в вашем регионе не превышает 50 сантиметров, то смело берите бур с вот таким вот замком. Телескопический бур вам, скорее всего, не нужен. Кстати, тоже касается и длины шнека. Допустим, на этом буре шнек где-то 50 сантиметров полметра. И для бурения именно такого по толщине льда он и подходит. Поскольку, если бурить более толстый, то шнек уже будет заходить внутрь и бур будет просто клинить. Под более суровые условия выбирайте как можно более длинный шнек. Еще один момент, на который нужно обратить свое внимание, это направление вращения при бурении. Как правило, буры из стран СНГ имеют вращение против часовой стрелки. Это важно, поскольку, допустим, я правша и мне удобнее вращать бур именно правой рукой. Левая просто его удерживает и на нее просто приходится вес надавливания. А вот заграничные буры, европейские, они имеют уже противоположное вращение. И там вы вращаете бур уже левой рукой. Допустим, мне это не так сильно удобно. И в целом, обращайте на это внимание, попробуйте в магазине упереть бур в чехле просто куда-то в доску, еще куда-то и повращать. Поймите, как вам удобнее. И еще один момент. Допустим, бывают буры схожих моделей, но один под правое вращение, другой под левое. И, соответственно, каждому буру нужны свои ножи, поскольку они просто отличаются по направлению, заточке и так далее. И обратите на это внимание, когда приобретаете ножи уже на свой бур. Также буры разделяются на одноручные и двуручные. Что я здесь имею в виду? В случае с одноручными бурами, верхняя ручка находится на одной оси с основным штоком. Таким образом, рука, которая занимает верхнее положение, в бурении практически не участвует. Мы вращаем бур только лишь одной рукой. А вот в случае с двуручными ледобурами, данная ручка смещена относительно оси ледобура, относительно штока. И при вращении идет усилие на две руки. Таким образом, вы меньше устаете, по крайней мере, одна ваша рука меньше устает. И вы можете сделать просто большее количество лунок. Если в вашем регионе довольно мягкие зимы, или вы предпочитаете сидячий образ ловли, то есть ловите на поплавочке, ловите на мормышку, часто не перемещаетесь, то вам вполне хватит вот такого вот одноручного ледобура. Но в том случае, если вы предпочитаете ловить на зимний спиннинг, на балансиры, вести поисковую ловлю, то лучше выбирайте все же двуручный ледобур. В частности, сейчас я хочу попробовать сменить вот этот вот бур все же на двуручный, потому что эта зима показала, что устаю я быстро, хватает меня буквально на 20 лунок. А при ловле на балансир, чем больше пробуришь, тем больше вероятность, что что-то хорошее поймаешь. Конечно же, при выборе ледобура, а также просто при его приемке в магазине, обращайте внимание на фурнитуру, обращайте внимание, насколько легко вращаются эти рукояти, насколько они плотно сидят, нет ли здесь каких-то явных дефектов. Также осматриваем осевой замок на предмет дефектов, шток на предмет качества швов, посадочные места под ножи, сами ножи, винты ножей, поскольку винты также могут быть просто случайно, допустим, слизаны, и тогда здесь будет проблема с извлечением винта и заменой ножей. Ну и в целом, конечно же, перед покупкой ледобура постарайтесь изучить, как можно больше информации, посмотреть отзывы реальных пользователей, посмотреть сравнение и сделать для себя правильный выбор. Ваши друзья, рыбаки вам в этом могут помочь, даже может быть не словом, а тем, что просто предоставят бур, одноручный, двуручный, вы попробуете, поймете, что для вас подходит больше. Ссылки на ледобуры, которые я считаю хорошими по соотношению цена и качество, я оставлю в описании к этому видео. Если у вас уже есть ледобур, то напишите в комментариях, какая это именно модель, интересно узнать, какие модели, какие марки пользуются наибольшей популярностью. Ну а если это видео для вас было интересным и полезным, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и всем счастливо! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!